Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community. И сегодня речь пойдет о успехах в развитии нашего проекта, инновационной экологической транспортной инфраструктуры, которую люди, объединившись по всему миру, можно сказать, создали собственными руками под предводительством гениального ученого. И это не просто какая-то концепция, это уже практически полностью завершенная, что значит сертифицированная технология, которая уже строит первые адресные проекты на нашей прекрасной планете, чем сделает огромное влияние на людей и на города. Рад вас приветствовать! Пожалуйста, напишите в чате, как слышно, как видно, все ли хорошо, и напишите, откуда вы родом и откуда вы узнали о нашей презентации и о нашем проект. И, конечно же, рад поприветствовать всех тех, кто сейчас смотрит эту презентацию в записи, скажем, на ютубе. Всем добра, присаживайтесь поудобнее, потому что речь сегодня пойдет об знаниях и информации, которые вы сможете использовать благотворно для своей жизни и при этом для жизни всего остального живого на нашей планете. Конечно же, за один час у меня не получится передать вам абсолютно всю информацию, которая произошла за последние 5-6-7 лет, но мы в данный момент находимся на финальной стадии нашего проекта. И, конечно же, у нас есть годовые отчеты, главные официальные новости от нашего генерального конструктора, так скажем, нашего инженера всей технологии, всех технологий серии эко-мир, струнный транспорт, из которых является первый, самый понятный, самый земной, но, тем не менее, самый актуальный, который даст огромные возможности абсолютно для всей планеты, для всех людей, для всего живого. Поэтому, пожалуйста, после нашей встречи обратите внимание интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. И ответы на вопросы — это итоги 2022 года. По этим двум видео вы узнаете очень много еще дополнительной информации, которые, так скажем, достроят ту картину, которую, так скажем, мы с вами сегодня в течение нашей встречи выстроим. Это все на ютубе. Официальный канал Анатолий Юницкий на английском Анатолий Юницкий. Игрик на конце. И там вы можете найти его видео, их где-то около 20 таких ключевых, ну, скажем, 10, как фильмы, от получаса до полтора, где Юницкий передает знания своей жизни, объясняет всему народу на нашей планете, как работает наша природа, как нам жить с ней в полном согласии, в благополучии, в изобилии, дружить. И ни в коем случае наш прекрасный дом не, так скажем, не загрязнять, не делать ему плохо. Потому что это же на нас и влияет. И транспорт в этом вопросе играет очень-очень важную роль. Именно поэтому этот проект сейчас уже находится на финальной стадии развития. Потому что он нужен не то, что здесь и сейчас, а вчера и даже 20 или даже 40 лет назад. Потому что технологию, которую изобрел Анатолий Эдуардович, как он сказал, все было известно, все просто. Просто необходимо было выйти на этот уровень, выйти на разумное использование как пространство, которое у нас ограничено на планете, так материи, ресурсы, более разумно расходовать его и, конечно же, получать максимальный эффект при передвижении из точки А в точку Б любого пассажира или груза. Казалось бы, такая далекая тема, но именно сейчас человечество настолько объединяется, что само решает. Интернет нас объединил и дал возможность сделать международные проекты по всей планете, находить единомышленников на любом континенте, не в зависимости от языка, религии, национальности и так далее. Мы находим по нашим ценностям то, что действительно важно и вместе продвигаем и развиваем это. Поэтому сейчас мы стоим на пороге техногенной цивилизационной развилки, в которой человечество, народ, сам народ, ни государство, ни корпорации, не банки, а сами люди в своей массе, как единственное, единственное, так скажем, единое здравомыслящее целое решают и имеет возможность решать, куда движется человечество именно с помощью подобных проектов, с проектов с элементами народного финансирования, когда это делают люди для себя же, для людей. Поэтому люди и делают самые лучшие проекты, что-то очень полезное, то, что действительно необходимо миру. И именно такие проекты собирают свое финансирование и получаются. Потому что те, которые не особо нужны людям, а, так скажем, минимуму человек, они или это какое-то не самое благотворное влияние принесет, в чем-то полезно, но и приносит вред. Такие проекты, они действительно с гораздо меньшей вероятностью получают успех и доходят до финальной стадии развития. Ну, а мы при таком большом объеме работ, таком огромном финансировании, потому что это планетарная технология и в разных климатических зонах, у людей, у 500 тысяч человек получилось объединиться и довести такую технологию аж до завершения четырнадцатого этапа. И скоро у нас ожидает пятнадцатый этап, последний этап, финишный на пути к сертификации всей нашей технологии. И это, конечно, не может не радовать. Конечно же, транспорт — это одна инфраструктура, и она связующая, как придет на помощь в наших уже существующих городах. Потому что струнный транспорт может устанавливаться с уникальной мобильностью. Где угодно практически можно поставить станции, на любой высоте, транспорт может проходить сквозь здание и никакую дополнительную нагрузку на него не нести. То есть в любом уже даже построен городе, особенно с такими возможностями, как спутниковое, так скажем, фотографирование. То есть мы можем посмотреть, как что у нас есть информация из автобусов, там, троллейбусов, трамваев и прочего, чтобы собрать статистику, где, откуда, куда люди передвигаются. То есть вся эта информация, используя ее и такой суперадаптивный транспорт, мы сможем любые города, которые уже существуют, в транспортной отрасли довести до идеала. Ну а что говорить про новые? Конечно же, все новые города будут связываться уникальными новыми видами транспорта с лучшей мобильностью, безопасностью, экологичностью и скоростью. Именно таким способом мы начнем жить в новых городах, как предлагает Анатолий Эдуардович. Одна из его разработок Эко-мира это жилой кластер. Это целый кластер, в который могут жить от двух до десяти тысяч человек. И у них есть полное обеспечение и электричеством, и питанием, и пространством. То есть подобный жилой кластер никак практически не зависит от окружающей, окружающего мира, окружающей среды. Потому что все можно сделать прям здесь. И полная экология. 100% экологичность технологий Анатолия Эдуардовича. И это очень важный проект, который уже очень скоро начнет трубить о себе по всей планете, потому что это самое ближайшее будущее такое после нашего транспорта. Ведь эти города действительно нужны. Особенно города, которые полностью обеспечивают человека питанием, энергии, теплом. То есть это, я считаю, очень важно. Как вы думаете, напишите свое мнение в чате. Хотели бы вы видеть такое город? Хотели бы вы жить в таком городе? Потому что это действительно прорывные технологии, особенно с учетом всего того, что представляет Анатолий Эдуардович своих разработках. И как в арктических зонах, то есть там, где изоляция, можно сказать, только самостоятельно необходимо будет производить все. И, так скажем, для этих частей есть решение. И даже для космических, как эко-космодом. Поэтому то, что можно здесь построить на Земле, я уверен, это более простая технология. И будет это сделать гораздо проще, чем в космосе. И Анатолий Эдуардович к этому готов. Действительно готов. И больше об этом вы сможете узнать на его официальном сайте unitsky.engineer. Unitsky engineer. Там вы сможете посмотреть его работы за последние 40 лет. То, как он шел к развитию экотехнологий, эко-мира, как делился этими знаниями со всем миром. И, конечно же, он делает это и по сей день. И вот одно из видео, которое хорошо описывает его работу и почему именно транспорт сейчас принесет такое большое влияние, мы можем именно в формуле будущего, как струнный транспорт поможет изменить мир. В этом видео вы найдете огромное количество ответов в простых формулах с объяснениями, почему этот транспорт нужен всем, почему это дело каждого сейчас, как это сильно влияет на нашу окружающую среду. И это было представление на ГИТЭКС в Объединенных Арабских Эмиратах, очень важной выставке. Поэтому работа продолжается, работа идет. Хотелось бы очень, чтобы вы познакомились с этими видеороликами, потому что они дают огромное понимание человека, который ясно видит ситуацию, как живет человек, как живет природа, как живет наше детище, техногенная сфера и как нам жить дальше в нашем прекрасном доме. Ведь подумайте, представьте, мы едем по автобану и мы едем в машине, скажем, это пикап. Достаточно много места внутри и хорошая грузоподъемность, и мы вот передвигаемся в нем. Мы стараемся в нем соблюдать чистоту, потому что мы, ну, передвигаемся и нам еще долго в нем лететь. Это наше достояние, то, что есть машина, она дает так много пользы, может нас перемещать. Мы, так скажем, уважаем ее. Представьте, что автобан — это космос. Точнее, наоборот, космос — это автобан. И по нему тоже летят очень-очень много, так скажем, двигающихся транспортных средств только в космосе, а не по дороге, не по автодороге. И в нашем случае наш космолет — это наш дом, наша планета Земля. Ведь мы летим в космосе вместе со всей нашей Солнечной системой. И как мы относимся к этой машине, к этому транспортному средству? Только наш дом же живой, настолько многограничный. И вот как мы ведем себя в своей самой любимой машине, в которой мы мечтаем просто находиться, вот так же, по факту, мы должны обращаться и с нашим прекрасным домом космическим, планета Земля. Потому что она закрытая. Она закрытого типа, и она с ограниченным пространством. Все, как в нашем пикапе на автобане. Ведь у нас есть внешние границы, так скажем, которые очень сильно защищают нас. И внутренние границы — поверхность нашей планеты. То есть то наша Земля. Получается, что у нас ограниченное количество пространства. И вот эта часть, она замкнута, которая идет от поверхности до нашей, скажем, самой последней сферы, которая защищает нас от ультрафиолета, от солнечной энергии, излучения. Получается, вот именно это пространство и может быть экологичным. То есть именно там понятие экологии работает. Потому что в космосе его, как такового, можно сказать, нет. Именно в этом экологическом пространстве развивается наша био-жизнь, частью которой мы являемся. Но техносфера, наше детище, она работает немного по-другому. Она делает из ресурсов, из каких-то живых, неживые, перерабатывает их, выжимает из них энергию, чтобы работать самому. Либо она делает из неживого, неживое. То есть процесс всегда в одну сторону. Биология и жизнь, она антагонист, она в обратную сторону. Живи, процветай, воссоздавайся, размножайся. Поэтому именно в этом замкнутом пространстве, при том, как мы проживаем, мы оставляем последствия нашей жизни и наших действий. Если мы будем плохо относиться к этому пространству, мы исключим свое место для жительства, потому что оно будет неприемлемо. Оно станет приемлемо для машин, потому что им без разницы, чистый воздух или нет, чистая вода или нет. Им нужно только топливо. Но мы же живые. природа, флора, фауна, они же тоже живые. Поэтому именно в рамках нашей живой планеты, в нашем космическом транспортном средстве нам необходимо соблюдать экологию. И Unisky Stream Technology, и Анатолий Эдуардович, все его технологии эко-мира преследуют именно эту цель. На сотни лет вперед дать человечеству возможность развиваться в полной экологии, дать нашим телам, нашим жизням максимум возможности биологической развиться, прожить прекрасную жизнь в изобилии, в полном здоровье. Но именно с экологическими технологиями, которые не вредят в этом закрытом пространстве всему живому. И это возможно. И это возможно, но кроме того, это важно теперь для всех, потому что любой человек может участвовать в этом. С появлением интернета нас объединили. Нас объединили, и мы можем находить единомышленников с любого уголка планеты и делать такие серьезные вещи. Представляете, транспортная отрасль. Если бы мне 10 лет назад сказали, что мы создадим транспортную отрасль, я бы не поверил, потому что не смог бы, наверное, представить, что вот есть, да, мы плаваем, мы ездим, скажем, на лошадях или на страусах и летаем в космос. Вроде как бы все понятно. Какие-то ответвления есть, но настолько уникальный транспорт оказался вот он вот такой. И он действительно лучше по всем характеристикам и экономичнее, чем все существующие транспортные отрасли. Просто посмотрите отчеты Unitsky String Technology, финансовые аудиты, посмотрите видео с тем, как работает, как представляется на выставках. 20 международных выставок и более сотни делегаций со всей планеты, в разных уголках планеты, и в умеренном климате, и в тропическом, увидели данную технологию. Посмотрите, пожалуйста, и вы увидите, на каком уровне сейчас находится, казалось бы, народный проект, который развивался без крупных государств, без банков, без крупных корпораций, а только люди, посчитавшие, что что-то есть настолько важное, что стоит уделить этому и собственное время, и часть собственных ресурсов, то есть снова энергия, помноженная на время, наша какая-то деятельность. Представляете, более полумиллиона человек нашло в нашем мире, где так много усталых людей, и которым не хочется после прихода с работы домой не думать вообще ни о чем. Но люди, многие, понимают, что от каждого из нас зависит тот мир, в котором мы будем жить завтра, и особенно в каком мире будут жить наши дети. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я спикер, партнер и инвестор компании Sky World Community. Сообщество, которое помогает финансировать и развивать инновационные экологические технологии, которые создал гениальный ученый Анатолий Эдуардович Яницкий. И очень много человек с разных уголков планеты участвуют в данном сообществе, объединяются для того, чтобы улучшить разные аспекты своей жизни. Потому что в разных уголках у нас разные все-таки ценности. Но общее, что мы делаем с помощью технологии, с помощью инженерной мысли, мы действительно в физике, в материи улучшаем этот мир, делаем его безопаснее и лучше. Но Sky World Community дает огромное количество и дополнительных возможностей. Ведь это сообщество, которое постоянно развивается, обучает, приглашает, объединяет и дает возможность заниматься абсолютно любому человеку, на абсолютно любом языке, в любой стране, на любом континенте, в любое время с абсолютно любым другим человеком, с созидательной деятельностью, создавать, создавать инновационные экологические технологии и помогать другим людям, улучшить все вот эти побуждающие факторы, которые вы сейчас видите перед собой на слайде. Ведь именно с компанией Sky World Community вы сможете улучшить и свой дополнительный доход, и найти здесь финансовую независимость, и создать свой собственный бизнес, управлять собственным свободным временем и временем своей занятности, повысить свой личностный рост, ведь огромное количество обучений и повышение квалификации можно проходить именно с компанией Sky World Community. Вы можете помогать другим, освоив информацию, разобравшись, что к чему, с помощью наших слов, одной из сильнейших энергий, передавать знания другим людям, тем самым давая им новые возможности в этой жизни уже сразу, можно сказать, здесь и сейчас. Конечно же, огромное количество новых знакомств, единомышленников, действительно людей, которые не проходят мимо мысли, что наша планета живая, и мы все вместе ее хозяева. Значит, и на нас ответственность за этот прекрасный дом. И от того, как мы с ним обращаемся, зависит, будет он раем в ближайшем будущем, или станет адом. Это возможно. И то, и другое. Я уверен, что вы, как минимум, может, не собственными глазами, но через интернет видели, что есть райские места, где действительно люди ухаживают за тем миром, в котором живут. А есть города, в которых невозможно дышать. И, к сожалению, это тоже реальность, где нужно покупать воздух периодически чистый, чтобы подышать. Эти возможности дадут вам, как минимум, знания о том, куда движется мир, и вы сможете эти знания использовать для поставления наследства и изменения будущего планеты. Потому что один человек, конечно же, может сделать гораздо меньше, чем тысяча, но 500 тысяч человек, как вы видите, может сделать планетарного масштаба технологию и успешно довести ее до финальных стадий развития. Ведь, дамы и господа, нас 8 миллиардов человек. Мы одна из самых больших и движущих сил на этой планете. Имеем самое большое влияние на окружающую среду. То есть мы, как один из видов, одна семья, один вид, один вид из 12 миллионов видов известных живых организмов на нашей планете. Но от нас больше всего изменений. И мы действительно можем довести нашу планету до точки невозврата. До точки, когда она, можно сказать, разбушуется. Мы раздражаем, пилим, режем, бурим. Что мы только с ней не делаем. И это влияет и на нашу погоду, и на нашу землю, на питание, которое в ней растет, на воздух и на наше состояние. Как мы себя чувствуем, как мы проживаем эту жизнь. Следовательно, от нас зависит жизнь на планете. Представляете? Из-за того, что мы наверху, можно сказать, цепочки, от нас зависит жизнь 12 миллионов видов живых организмов. Поэтому можно ли подумать, что это касается не каждого? Я думаю, нет. Как вы считаете, напишите, пожалуйста, в чате. Обязан ли здравомыслящий человек ухаживать за своей планетой? Или можно этот вопрос со спокойной совестью вычеркнуть? После нас как пожар. Как вы считаете? Но большинство людей, по моему мнению, тех, которые меня окружают, они хотят сделать из нашей планеты рай. И я понимаю, что это действительно возможно. Ведь люди работают. Я видел очень много работ десятилетиями людей, которые занимаются ландшафтным дизайнером или, так скажем, эковзращиванием питания экологическими способами. И обучение в разных деревнях, крестьян, в разных климатических условиях, как сделать больше пищи, полезнее, вкуснее, и при этом, чтобы земля оставалась. То есть огромное количество людей занимаются этими проектами именно от того, что большая душа, большое сердце. Люди знают, что важно, и стараются передать эти важные знания другим людям. Что и происходит и сейчас. Из всего того, что в последнее время происходит, и я узнал, есть очень много полезных вещей. Но именно этот проект, именно это сообщество SkyWorld Community и именно этот ученый Анатолий Эдуардович Юницкий в данный момент является одним из лучших, так скажем, направлений изучения для понимания того, что есть наша планета, что есть человечество, что есть наша технология, и как нам вместе максимально комфортно, уютно и благостно сосуществовать. Именно сосуществовать. Вместе, объединившись, используя в хороших качествах, чтобы человек и помогал планете, и при этом получал благо. Это все возможно. И это все возможно действительно в огромных масштабах. Ведь нет ничего сильнее, чем народ, который объединился, который понимает общую цель, который с ней согласен и хочет этого, и готов двигаться. Нет никаких... Я хочу эко-дом. Да, здравствуйте, Марина. Я тоже очень хочу эко-дом, но больше хочу эко-город. Просто представьте, когда в одном эко-городе, а какие-то вот будут первые, по-любому наши, те, кто приверженцы Анатолия Эдуардовича Юницкого, уже будут наготове выкупить квартиру, либо землю в подобном городе. Вы представляете, сколько может сделать такой город за год? В смысле сделать? Просто дать этим людям месяц пообщаться друг с другом. Я уверен, уже через месяц появится множество полезных компаний, проектов. Да, и соседи все вот прям наши душой в душу. Поэтому, да, это будет, я уверен, очень-очень здорово. Хотя в данный момент я больше всего заинтересован. После октября 22-го года я был на встрече, на конференции по безракетному освоению космоса. Анатолия Эдуардовича в Белоруссии. И я вот увидел и почувствовал вот этих людей, которые уже настолько вперед мыслят. То есть они действительно уже, это пятая конференция, где участвуют многие страны, где участвуют космонавты, которые более полтысячи дней находились в космосе. То есть настолько серьезная работа идет по линейному городу, по, так скажем, на нашей планете и работы с ближним космосом. Я уверен, что сейчас вот говорили там про электроэнергию и как получать чистую электроэнергию экологическим способом, и чтобы был еще и гумус, как делать эти электростанции. И вот эти проекты, которые будут сразу за нашим струнным транспортом, они принесут, конечно, невероятное просто влияние. Возможно, еще даже больше, чем сам транспорт. Ну, опять же, все последовательно, как считает Юницкий. Он знает, как лучше сделать, но уверен, что электричество, технологии электричества, которые хватит всему человечеству, как сказал Анатолий Эдуардович, более чем на пять тысяч лет, это действительно очень важный проект. Потому что электроэнергия более свободная, более чистая, более экономичная. Она, так скажем, вот посмотрите сейчас на экран, на этот слайд. Видите, какое количество, так скажем, света и где он сосредоточен? А где-то есть совсем темные участки. И, конечно же, без электричества скорость развития населения планеты именно в этом регионе, она немножко меньше, потому что меньше устройств, меньше света, чтобы почитать, меньше денег и так далее. Представьте, если у нас будет более разумное экологическое электричество, мы сможем всю нашу планету ночью сделать, можно сказать, чистой, экологичной и, так скажем, очень подходящей для нашего активного образа жизни. Потому что, особенно когда бываешь в мультимиллионниках, населения, где 10, 20, 30 миллионов человек, эти города живут постоянно, все время. И, конечно же, они продолжат, но необходимо сделать первую революцию. Сделать ту революцию, которая освободит наши города существующие, дат возможность новым, которая свяжет всех людей вместе и перестанет заставлять их урбанизироваться. То есть урбанизация отменится из-за того, что у нас появится новая скорость и новая логистика. С помощью нового транспорта на втором уровне мы становимся вездесущими, потому что легко интегрируемый транспорт, такое можно, так скажем, охарактеризовать, так можно только струнный транспорт. Именно в таких масштабах, потому что действительно наш транспорт сможет передвигаться в любом направлении. И от того, что такая высокая скорость и такая быстрая логистика, что еще быстрее повышает скорость, в которой мы доберемся до нашей точки, куда нам необходимо, именно с помощью такой логистики и скорости урбанизация остановится. Мы сможем жить не где-то в центре города, чтобы быстро успевать по своим делам и в разных сферах, мы сможем жить за городом. Мы сможем жить где-то в 10, 15, в 30, в 50 километрах, наслаждаться полной тишиной, без городского шума, без городской вот этой техногенной вибрации, которой у нас очень много в наших городах. Даже в небольших, где 50-100 тысяч человек населения, это чувствуется. Взять только один Wi-Fi. Вы когда ложитесь спать, можете проверить. Ложитесь спать, чуть-чуть подышать спокойно, пару минут, чтобы давление успокоилось, и ты начинаешь, можно слышать даже как электричество, то есть оно как гул такой. Электрический прибор, например, там, где Wi-Fi, либо какие-то зарядки. Я перед сном стараюсь выключить абсолютно все в своей комнате, тогда как-то ты действительно лучше спишь. А когда ты спишь на природе, когда вокруг тебя чистый воздух, когда вокруг тебя много природы, чего нету, когда ты живешь в черте города, либо очень-очень близко к центру, эта возможность, такого транспорта, она нас освободит, потому что именно со скоростью 600 километров в час мы сможем добираться куда угодно очень быстро, менять за один день несколько городов, несколько столиц, несколько стран по своей работе или отдыху, и в этот же день успевать возвращаться назад. А внутригородской до 150 километров в час, при том, что он будет проходить хоть по диагонали, хоть над кварталом, хоть вдоль, хоть поперек, хоть сквозь здание, то есть с такой логистикой, и с такими огромными расстояниями между анкерной опор, у нас в считанное мгновение за минимальное количество ресурсов и средств будут создаваться самые продуктивные транспортные ветки в любых городах. Особенно это интересно для существующих городов, потому что у них нет других решений, нет ничего, что может им помочь, как струнный транспорт. Ведь представьте, на огромной дороге можно будет на маленькой части, то есть землеотвод, где разделение полос, поставить трассу, потому что минимум землеотвода нужно, и уже будет потрясающий поток, который снизит количество необходимого транспорта автодорожного на дороге, тем самым уберет еще и огромное количество загазованностей, то есть получается у нас и много людей будут быстрее, эффективнее, экологичнее, безопаснее ездить на нашем струнном транспорте, а та часть, которая будет ездить еще на, так скажем, уже переходящий сейчас с двигателя внутреннего сгорания на электродвигатели, то есть скоро в наших городах в любом случае будет становиться гораздо чище, но их дороги станут более просторны, потому что просто спокойней будет, меньше трафик, меньше количество транспорта, следовательно, выше скорость, следовательно, меньше стоим в пробках, то есть это общий такой снежный ком положительных изменений с каждой новой трассой, с каждым новым транспортным средством, ну и, конечно же, с каждым новым улучшением Анатолия Эдуардовича, потому что ежедневно, каждую неделю, каждый месяц и каждый год он удивляет нас своими новыми разработками, ведь, дамы и господа, сейчас мы будем представлять уже транспорт пятого поколения, струнный транспорт уже в новом, так скажем, исполнении с еще более высокими характеристиками. Кто, кого интересуют характеристики, дамы и господа, зайдите, пожалуйста, на сайт unitsky.com и вы там увидите, можно сказать, наш онлайн-салон продаж, где вы сможете выбрать разные виды трасс, рассмотреть разные виды транспорта, увидеть их характеристики и, так скажем, проверить, посмотреть. Это наш официальный сайт, и то, что уже сертифицировано, точно представлено, это можно все посмотреть, можно сказать, практически пощупать. Так скажем, на этом сайте, как я понимаю, какой-то министр, либо президент, может зайти на него и посмотреть для своего города, либо страны, либо какого-то региона новое решение, которое может участвовать в общем тендере на выбор, что там поставить, железную дорогу, либо автодорожный банк сделать какой-нибудь хороший, либо струнный транспорт построить, который по всем характеристикам получается выше, а по стоимости будет гораздо дешевле. И очень интересно. Вот именно таким образом, так скажем, уже началось развитие, распространение того, что готово. Когда я познакомился с данным проектом, я узнал, ну, мне казалось, что только после окончания 15 этапа, когда мы все-все-все финансирование соберем, потом же на то, что мы собрали, необходимо произвести какие-то действия, это какие-то документы там, то есть это какое-то еще время, и только после этого мы начинаем работать как-то на какие-то заказы. Но представляете, мы-то еще не закончили 15 этап, компания еще не вышла на самофинансирование, то есть так, что ей уже никакая помощь не нужна, она уже полностью готова для того, чтобы делать адресные проекты, и они у нее есть, мощности для этого есть, она получает чистую прибыль, и уже продолжает развиваться дальше, так скажем, делая свою продукцию. Но у нас получается, что технология настолько важна, хоть это и подобного рода проект, люди следили, страны следили, и особенно в Объединенных Арабских Эмиратах, и в 2018, и в 2019, в 2020, в 2021, и в 2022 году, еще более пристально, за тем, как развивается наша технология, как они получают сертификат за сертификатом, и что мы еще не завершили все 15 этапов, но то, что уже сертифицировано, скорее должно строиться. Вот такая логика у наших уже теперешних заказчиков, уже существующих по первым адресным проектам, работа по которым уже пошла. Дамы и господа, 14 этап на дворе, но адресные проекты уже пошли. Поэтому стоит только больше поинтересоваться, как развивается данная технология, зайти на YouTube официальный канал Анатолий Юницкий, Анатолий Юницкой, конечно же зайти на Sky World Community International, или Sky World Community Webinars, там вы сможете найти дополнительную информацию, вебинары на других языках, ну, либо просто обратитесь к тому человеку, от которого вы узнали о данной презентации, откуда вы узнали о ней, напишите, задавайте вопросы, я уверен, что наши единомышленники с удовольствием поделятся, всей информацией помогут вам ответить на вопросы, ну, или если вам некому обратиться, пожалуйста, пишите мне на корпоративную почту, я помогу вам помочь, как те все основные побуждающие факторы, которые мы узнали в самом начале, смогут помочь вам улучшить вашу жизнь. С этим я вам помочь смогу. Продолжим. Философия. Философия Юницкой Стринг Технологи и Анатолия Эдуардовича, мы видим, что она прослеживается во всех технологиях эко-мира, то есть это действительно беззаботная, безопасная, экологическая жизнь в развитии, в благополучии и изобилии. С помощью технологий, которые представляет Юницкий, мы облегчаем жизнь, потому что это закрывающие технологии, автоматизирующие технологии. Я полностью согласен с ним, с тем, что наши компьютеры, наши программные обеспечения, наши программы искусственные интеллекты, андроиды, роботы, то есть все то, что изобрело человечество, в данный момент уже способно помогать нам достаточно мощно развиваться, делать какие-то вещи, забрать у нас какую-то работу, мы можем отдать им какую-то работу. правильнее будет сказать, для того, чтобы освободить свое время. Потому что рутинная деятельность, то есть какие-то линии, например, и либо опасная какая-то деятельность, это можно уже передавать роботам, андроидам и прочим разным нашим изобретениям, что будет полностью освобождать то время, которое мы раньше, точнее не только мы, конкретно я, а из 8 миллиардов человек, все люди раньше тратили на это время, а теперь не тратят, потому что это за нас делают роботы или какой-то искусственный интеллект. Представляйтесь, в каком масштабе мы освобождаем время людям, для того, чтобы они творили, творили и созидали, учились, создавали что-то, улучшали мир вокруг себя, улучшали себя и помогали другим людям. Мы открываем возможности. Люди, у которых больше свободного времени, они более открыты, у них больше энергии, им больше хочется взаимодействовать, участвовать, потому что есть эта энергия. Когда есть внутри энергия, просто так не усидишь, особенно если хорошее настроение и светит солнышко. Поэтому философия экологических технологий Юницкого полностью все направлены на то, чтобы человечество развивалось, и при этом ни одна часть экосистемы не ухудшалось. Мне кажется, что еще 100 лет назад не было такого серьезного взгляда, что, так скажем, нулевой вредоносный эффект, чтобы его не было полностью. Но Анатолий Юницкий начал говорить действительно об этом еще 40 лет назад, предупредив еще 40 лет назад человечество, что у планеты может быть точка невозврата. Когда мы расшатаем ее стабильность, действительно очень-очень серьезно. И мы не сможем спасти экологию и человечество в полной целостности. Но именно с этими технологиями, которые вы можете узнать по юницкий.инженер на этом сайте со всей серии, это экодома, экопоселения, линейные города, электричество, вакуумное стекло, ОТС и прочее. Все это может привести нас к более безопасной жизни с абсолютно спокойной, сбалансированной планетой, которая нас, так скажем, не будет выгонять с себя и не будет показывать, потому что нечего показывать вредоносного нашего влияния. Его не будет. И это возможно сделать на нашей планете. Но первое самое дело это изучить Анатолия Эдуардовича Яницкого. Ведь это не просто какой-то человек, который где-то сделал какой-то один прорыв или одно изобретение. Этот человек получил премию мира в Братиславе в 2018 году, в Словакии. В декабре получил за всю серию технологий ЭКОМИР. Мы сейчас успешно завершаем только первую. Но научное сообщество, которое участвовало в этой премии мира, оно признало все технологии. Следовательно, не просто же так они посмотрели. Это, скорее всего, было просчитано, оценено, взвешено. И это говорит о очень многом. Как сказал один из членов правления, что это только начало, следующая будет Нобелевская премия, потому что он предлагает не просто технологию, которая решает какую-то одну проблему или на десятилетия помогает человечеству. На сотни лет тот план, те технологии, которые он дает. То есть их направление. Понятно, что за сотни лет у нас будет много дополнительных изобретений и мы сможем как-то модернизировать это, то будет уже что-то новое. Но направление, как, например, он сказал про транспорт, в ближайшую сотню лет, пока не появится новый какой-то суперисточник энергии, особо в транспорте, в перемещении грузов и пассажиров из точки А в точку Б в общественном транспорте, то есть в массовом, для 8 или 10 миллиардов человек, ничего кардинально не изменится, потому что это самый эффективный способ перемещения. Кто хочет с этим поспорить, есть прекрасная возможность, потому что он сделал серию маленьких видео, где-то по 5 минут, они называются «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе», на Ютубе, и вы увидите там 7 частей, где он четко объясняет, как он разрабатывал эту технологию, а что если форма будет в виде капли, аэродинамика, а что если в виде рыбки, а что если такая, такая, а что если будет два колеса, а если три, а если четыре, если несколько рельсов, такие, такие, сверху, сбоку, то есть он все это прорабатывал, там будет показано несколько из его работ, его какие-то чертежи, то есть человек полностью с нуля проработал, что такое переместить любой груз или пассажир с точки А в точку Б, и действительно дошел до, ну, максимальной эффективности, потому что экономичность перемещения взрывает, можно сказать, воображение так же, и как и аэродинамика, то есть представляете, аэродинамика в 8 раз лучше, чем у Bugatti Veyron, у нашего скоростного транспорта, в 8 раз лучше, при том, что он, наверное, в 80 раз, не меньше, чем в 80 раз дешевле, и перевозит в 3 раза больше пассажиров, то есть технологии, которые делает этот инженер, они действительно уникальны, все как одна, и когда он собрал их вместе, и то, что вы увидите, когда узнаете об эко-мире, вы поймете, что это действительно возможность для всего человечества и для всего живого зажить по-новому, и этот человек может это сделать, ведь у него есть несколько высших образований, он всю жизнь уделил науке, нашей природе, человеку, и как это все может благостно взаимодействовать, одно из высших образований, патентное право, поэтому все наши технологии защищены, более 150 изобретений произведено, именно им более 20 монографий, написано несколько грантов ООН, сделано огромное количество работы для улучшения качества жизни всего живого на этой планете, сделал данный ученый, и он не остановится, и команда его не остановится, ведь нас уже тысяча, около тысячи в Unisky Stream Technology, более полумиллиона в Sky World Community, люди, которые уже познакомились и понимают, куда ведет эта дорога, поэтому вместе, дамы и господа, объединяясь, или даже просто зная о нем, и о том, что он сделает, рано или поздно, вы станете частью огромного движения, огромного народного движения, людей, которые объединились, для того, чтобы улучшать свой космический дом, насколько бы это ни касалось громадным, глобальным, оно так и есть, просто вдумайтесь в цифру, 500 тысяч человек, 220 стран и регионов мира, один из самых взрослых инвесторов, у нас ему более 105 лет, то есть люди от мала до велика, с разными менталитетами, с разными победами и поражениями, с разными желаниями, с разными ценностями, но объединяются, потому что есть что-то более важное, фундаментальное, то, что никак не разделяется, жизнь, жизнь на нашей планете, и именно изучив его подход, его взгляд на наш космический дом и на наши технологии, на наше детище, то есть мы уже никуда не уйдем от нашей техногенной сферы, мы техногенно-технократическая цивилизация, и мы будем ее использовать, но у нас есть возможность, чтобы использовать только экологические технологии, и эти возможности становятся все больше и больше с каждым днем, мы создали три завода с потрясающим станочным парком, более полумиллиона, огромное количество потрясающих столков, или даже есть по три миллиона, как я узнал из недавнего интервью, за три миллиона в пяти, так скажем, в пяти плоскостях, так скажем, в пяти измерениях изменения может сделать это устройство для, так скажем, работы по нашим транспортным средствам, можно сказать, мы можем делать космическую продукцию с уровнем, с масштабом, мы делаем все на передовом уровне, и эти транспортные средства, как бы просто они не выглядели, они посложнее, чем авиация, и имеют лучшую аэродинамику, кстати говоря, но что важно, мы работаем действительно на передовом уровне, что компьютерное обеспечение, что сами компьютеры железо, программное обеспечение, точнее, прошу прощения, и, например, 3D Experience, мы работаем в виртуальной среде, огромное количество работы происходит международной, мы все можем работать вместе, и, конечно же, экология прослеживается в абсолютно всех направлениях, во всех действиях данной компании, и с помощью того, что мы создали на момент, вот сейчас, на сегодня, мы уже выполняем адресные проекты, мы уже выполняем даже сторонние заказы, как, например, в 2021 году был выполнен заказ из России, там создали, точнее, не спроектировали электрокар, а именно на наших заводах его собрали, его создали уже в металле, протестировали, и причем на очень-очень высоком уровне, и эти возможности созданы народом, это мы сделали, не какое-то государство, это сделаны конкретно люди, конкретно люди для того, чтобы жилось лучше, и это достояние, эта польза, она будет распространяться на всех, даже если нас будет всего миллион, там, через, например, год или два, то это все равно огромная сила, которая даст огромный положительный эффект, и после окончания первого проекта, когда, так скажем, мы фактически докажем, докажем, и практически докажем, что такой способ распространения информации, так скажем, с методами сарафанного радио, он работает, потому что люди разговаривают на своем языке, обсуждают именно только то, что им интересно и важно, а не как у нас в рекламах, или там по телевизору, то есть, когда это непонятная реклама, непонятно кому нужно, поскорее бы переключить, люди с людьми всегда находят более быстрый диалог, и если вам нравится тема, один человек с удовольствием слушает, и другой человек с удовольствием рассказывает, и отвечает на вопросы, экологическое общение, а если вам не интересно, вы либо меняете тему, либо расходитесь, это самая разумная затрата времени и энергии, с максимально высоким эффектом, главное, чтобы люди были открыты, чтобы люди хотели изучать, хотели развиваться, и понимали, что для этого нужна информация, знание, именно таким образом, сейчас то, что я собрал информацию, я стараюсь передавать вам, и получается огромное количество вашего времени сохранено, потому что вы получаете вытяжку за очень короткий срок, но пожалуйста, не останавливайтесь в изучении, заходите на unisky.com, на ust.ing, наш один из сайтов, на SkyWorld Community, и на YouTube, к Анатолию Едуардовичу, на официальный сайт, чтобы увидеть, и, так скажем, проникнуться его целями, методами, какими он хочет их достичь, он поделится с вами технологиями, абсолютно скрыто, и, конечно же, есть и книги его, где он прям с формулами, все показывает, с документами, формулами, как все будет работать, почему это так будет работать, и пока все видят, что он как сказал, так и сделает, и все действительно работает, только его технологии показывают всегда большие характеристики, чем он заявлял, я думаю, что это все-таки продумано у него, иначе, как когда-то он сказал, если я бы не занизил качество, ну вот, в описании, мне бы никто не поверил, что это возможно, говорит, поэтому лучше протестировать, пускай потом люди удивляются, очень интересный подход у этого мужчины, и с помощью него мы сделали планетарного рода технологию, как можно было вообще сертифицировать настолько большой проект, настолько большую технологию, в разных климатических зонах, это же нужно было понимать, настолько масштабно структурировать у себя в голове, как это создать, как это просертифицировать, как вывести новую транспортную инфраструктуру в мир, и у него это получилось, потому что в данный момент можно сказать, что у него это получилось, раз мы уже строим первые проекты, и, конечно же, последние сертификаты не заставят нас долго ждать, потому что с тем, что мы показали в 22-м году, то, что мы показали на Экспо 2020, то есть все те сотни делегаций из разных стран, министров, королей, президентов, которые видели, прокатились собственным телом на этом транспорте, в ВИП-исполнении в Арабских Эмиратах или в Белоруссии, уже почувствовали, что это абсолютно реальная технология, она практически завершена, но, как бы, люди уже видят, вот, то, что уже готово, пожалуйста, заверните два мне, вот, это, когда ты находишься там, в Арабских Эмиратах, и видишь эко-дом, первый разрешенный деревянный дом в Объединенных Арабских Эмиратах, именно по технологии Анатолия Эдуардовича, ты понимаешь, что, да, технологии на максимально новом уровне, и Анатолий Эдуардович действительно знает, как создать рай, потому что ты выходишь из безжизненной пустыни, входишь в абсолютно прекрасный, комфортный, по температуре дом, где невероятное количество зелени, потрясающие запахи от того, что все цветет, цветут цветы, и птицы поют, и пчелы рядом улей, то есть полная экология, при том, что рядом идет стройка, едет транспорт, а все только цветет и процветает. Потрясающее ощущение, невозможно их забыть, невозможно, так скажем, не вспоминать и не восторгаться, когда будет возможность поехать в Объединенные Арабские Эмираты и увидеть наш Unisky String Technology Innovation Center, дамы и господа, пожалуйста, сделайте это, ведь это надо, это надо видеть, это надо почувствовать. С учетом того, что мы уже сертифицировали, это более 80, может даже 90% всей технологии, наш пассажирский транспорт и уже грузовой транспорт, огромная часть его, ведь мы создали аж целых 12 видов транспорта в железе, и большая часть из них сертифицирована. То есть по всем этим трассам и транспортам уже ведутся работы, уже ведутся заказы, огромную линию сделал Анатолий Удуардович, очень гибкую, так скажем, технологию, которая будет подходить для очень разных и климатических зон, и для разного ландшафта, и для разной пропускной способности, и для деревень, где будет 200-300 человек, например, как Юнилайт, где в специальном исполнении, как сказал Анатолий Эдуардович в видео «Ответы на вопросы», то есть это по 22-му году, до 3000 метров сможет быть в специальном исполнении, например, вот как колтюбинговая труба для самых легких. То есть это суперэкономия, и каждая деревня, каждый маленький населенный пункт, где угодно на нашей планете, сможет получить транспорт. То есть сейчас там просто даже нету возможности, например, за денег построить никакой транспорт, либо из-за ландшафта. И эта возможность появится везде. Все страны смогут себе это позволить. Ну и, конечно же, может быть и два пассажира, и там, и три, и четыре, и шесть, и восемь, и шестнадцать, восемнадцать, хоть сорок восемь, хоть двести. Например, по 25 мест, восемь транспортных средств совместно, и, например, по берельсовой трассе передвигаются вместе и дают пассажиропоток сравнимо метро практически самому большому количеству. То есть это более 50 тысяч пассажиров в час. Анатолий Эдуардович показывал, рассказывал, как это все считается, как это все принимается, как процесс происходит, определение адресного проекта, его цены, когда, то есть как идет между заказчиком и компанией работа, кому что необходимо, предпроектные работы, расчет, как часто станции, то есть какая скорость будет, сколько транспортных средств, и как это все взаимосвязано, как это все работает. Потрясающие возможности дает такая технология, уже то, что мы построили и сертифицировали. Даже если бы сейчас остановиться, эта компания будет расширяться, работать только на каждом континенте необходимо построить по несколько заводов, чтобы быстрее можно было делать адресные проекты, так скажем, и плодить пользу от данной струнной технологии. Так, дорогой интернет, покажите, пожалуйста, нам Юникар. Например, вот такой шестиместный транспорт, то есть там, где тысяча, десять тысяч, сто тысяч, у нас пойдут и скоростные транспорты между городами. То есть до 600 км в час Анатолий Эдуардович предлагает передвигаться на полной экологии, в две тысячи раз безопаснее, чем автотранспорт. С наилучшими показателями, максимально экономично. И представляете, такой транспорт у нас будет везде, где нам будет необходимо. И тем не менее, в данном транспорте есть не только транспортная польза, потому что это транспортная инфраструктура. Там внутри могут быть упакованы и энергия, то есть электричество. Туда, куда строится трасса, там же будет и электричество. И информация, то есть интернет, получается, всюду, куда мы сейчас даже не можем добраться, нам тяжело, потому что там, например, это болото, либо это какая-то горная местность, либо что-то. Мы сможем строить струнный транспорт с помощью наших анкерных и промежуточных опор, можно сказать, в любом месте. Особенно, как это представлял Анатолий Эдуардович с дронами, либо специальными машинами, с роботами, это потрясающе и очень безопасная для людей технология, что разработки, строительство, так и эксплуатация. Но с этой скоростью, 600 км в час, мы, конечно, просто превозвысим наши возможности. Как каждый человек и его время насколько станет ценнее, насколько больше пользы каждый человек сможет сделать за этот день. И то, что эта технология при самых больших характеристиках не имеет самую высокую цену, а все остальные традиционные транспортные отрасли гораздо дороже стоят, чем то, что предлагает Анатолий Эдуардович. Это позволит абсолютно всему миру строить такие трассы. и даже там, где сейчас нет транспорта, они будут. И еще одно. Анатолий Эдуардович будет, как он когда-то говорил, делать трассу, чтобы ее, так скажем, инициировать, построить. Она будет стоить очень недорого. То есть, кроме того, что экономичнее, чем все остальные, это будет недорого, потому что тогда гораздо быстрее будет распространение строительства подобных трасс. Но при этом каждый год часть прибыли от движения каждого провезенного килограмма и пассажира, то есть, груза и пассажира на этой трассе будет идти какой-то бонус, какой-то доход всем совладельцам компании. То есть, каждый из десяток тысяч адресных проектов, которые будут в ближайшее столетие построены, дадут каждый год прибыль нам, совладельцам, тем людям, которые дали возможность, чтобы такой транспорт вообще существовал на нашей планете. То есть, Юницкий делает очень-очень полезное дело, но делает его очень мудро и правильно, потому что это получается очень разумный и прибыльный бизнес. ведь транспортная отрасль это действительно очень-очень богатая отрасль, очень доходный бизнес, можно сказать, один из самых прибыльных, но поэтому и один из самых коррумпированных и особенно в нефти эру, поэтому мы делаем не то, что эволюцию, можно сказать, революцию практически, но и самая богатая его часть это грузоперевозки. Пассажироперевозки это удобно, полезно, но это не самая прибыльная, вот самая большая прибыль и из-за нее же и развитие, расширение компаний, строительство новых заводов и новых адресных проектов будут идти от грузоперевозок. И так же, как и с пассажирским транспортом, Анатолий Эдуардович очень широко, так скажем, сделал эту ветку, позаботился о разных возможностях, например, перевозке штучных, сыпучих, жидких грузов, работы с месторождениями туда, куда нельзя ни железную дорогу подогнать, не автодорогу сделать, чтобы забрать груз, но с помощью, например, вот такого Юнитранса можно перевозить на километры, то есть оно будет очень легкое и экономичное строительство, и огромное количество руды можно будет перемещать в место, откуда уже его может забрать, какое-то более удобное транспортное средство. конечно же самую большую прибыль я думаю принесут именно контейнерные перевозки на Юниконтах, потому что с помощью нашего транспорта мы берем уже существующую индустрию грузоперевозок и как говорит Анатолий Эдуардович за 21 век сможем около 50% транспортного рынка перенять на себя, прийти ему сначала на помощь, а потом, поскольку люди всегда выбирают самое лучшее, самое полезное, самое безопасное, и самоэкономичное, поэтому этот транспорт очень быстро завоюет сердца людей и люди захотят, чтобы именно в их городах и в их странах был такой быстрый, чистый, экологичный, безопасный транспорт, который еще, при том, что мы его развиваем, будет приносить огромное количество прибыли. Вот. Ну и это не все технологии, дамы и господа. Я, как говорил, уже час нужно заканчивать, час прошел, пожалуйста, заходите на сайт unitsky.engineer, вы узнаете там еще много нового. Например, его решение морского порта, чтобы не делать их прям на сопряжении воды и суши, потому что это невероятно дорого, как в строительстве, так и в эксплуатации. Представляете, когда здесь нужно сделать, чтобы был высокий борт, а здесь нужно много в воде выкопать, чтобы мог с большим водоизмещением большой корабль зайти и снять большой груз. То есть, это очень дорого. А если на шельфе моря, в небольшом расстоянии от берега, там, где не нужно копать, и так хватает глубины для подхода большого корабля, с помощью автоматизированной системы мы можем делать именно вот такую, такой порт, где груз, попадая с корабля, не становится в огромную очередь, в шесть уровней, тысячи контейнеров, которые еще долго потом распределяются, до них доходит очередь, и они отправляются куда-то. А каждая минута простоя, точнее, каждый час или каждый день, это миллионы. И, как вы думаете, кто платит за эти простои, за эту дополнительную стоимость? Она вся ложится на конечного потребителя, на народ. Поэтому, развивая подобные технологии, люди ускорят получение своих таравов, потому что это важно. сейчас все-таки эра потребления для большинства людей. Вот. Быстрее, дешевле получится и безопасней. То есть, с помощью такого, такой технологии, как только контейнер попал на наш Unicont, он отправился по заданной программе абсолютно самостоятельно в нужное место. Поэтому стоит только изучить, и вы будете в восторге от того, что узнаете. И подумайте, это же логично, идеально, почему это еще не было сделано. Потому что, по моему мнению, это влияние нефти эры, которое подходит к концу. Потому что двигатели внутреннего сгорания заменяются, и в 20-м, в 25-м, в 30-м годах очень много стран откажутся от производства, от использования их в своих городах, потому что это, ну, так скажем, вред переоценивают, и понимают, что он, на самом деле, гораздо выше, чем думали люди. Поэтому стоит только поинтересоваться, и вы будете иметь самую актуальную информацию. Раньше для меня это был Жак Фреско, потому что он действительно понимал и социальную инженерию, и сам был инженером, и много работал и в авиации, и в строительстве, и предлагал просто фантастические вещи, за которыми хотелось идти, потому что ты понимаешь, что он компетентен, он знает, что делать. Но со знакомством с Анатолием Эдуардовичем Юницким я понял, что это x10 более понимание того, как мы благодарно и в полном изобилии можем жить на нашей планете по технологиям Экомира, по технологиям Анатолия Эдуардовича Юницкого, которыми он делится. Но стоит хотя бы начать с самого простого, осознать и увидеть, как самые простые решения могут приносить огромную пользу. Ее нужно было только рассмотреть, правильно довести до ума. И Анатолий Эдуардович уделил на это более 40 лет, поэтому мы видим пучки струн, помещенные в корпус рельса, специальный бетон, антикоррозийная, шумопоглощающая, фиксирующая и стальная головка рельса, по которой идет стальное колесо, 99% коэффициент полезного действия. Идеальная аэродинамика, минимальная потеря веса, минимальное использование ресурсов, максимальный эффект. Настолько просто, но настолько изящно, настолько широкая ветка, можно суперлегкая, провисающая трасса, полужесткая, либо берельцевая, подвесной, навесной, хоть огромные подвижные составы, много составные делай, максимально для всей планеты, чтобы можно было закрыть глаза, раскрутить глобус, попасть в любое место пальцем. И там, поскольку мы знаем, что везде есть транспортные проблемы, там поможет наша струнная транспортная система. Ведь это гениально. И как много времени мы освободим своего, как много ресурсов мы освободим и переведем в другое направление, то есть, что улучшить еще и в других положениях, в других направлениях нашу жизнь. Так скажем, перейдем на полностью чистое транспортное средство и представляете, мы будем ехать, сказали, куда едем, хотим читаем, хотим учимся, работаем, общаемся, знакомимся, спим или наслаждаемся в окне потрясающим видом на высоте птичьего полета. Эти все возможности будут у нас полностью освободиться в мире у каждого человека, например, как в Лос-Анджелесе, до 380 часов человек может провести в машине за год. Вы представляете, даже если половина, там, 200 часов, 200 часов в год человек получит дополнительно, чтобы подумать, отдохнуть, расслабиться, познакомиться с кем-то, пообщаться, что-то успеть, чего не успел дома. Это потрясающий эффект, и это только один человек, это целый дополнительный месяц в году, а умножьте это на 8 миллиардов, 8 миллиардов месяцев дополнительных каждый год всему человечеству, для того, чтобы оно отдохнуло, побыло со своими близкими, насладилось окружающей природой, или получило просто возможность поделать то, что хочет. С помощью такой интеллектуальной системы, с помощью компьютерной инженерии наших искусственных интеллектов, так скажем, полуандроидов, роботов, мы действительно сможем выходить в наших стационарных, самых важных, базовых потребностях на новый уровень, отдать часть этих потребностей, чтобы автоматизировать их, то есть направить нашу энергию, наши технологии на то, чтобы сделать свою жизнь проще, и не только себе, а всему миру, сделать эти технологии доступными в разных странах, в разных регионах, для разных людей, и, конечно же, сделать безопасную жизнь, сохранить миллионы людей за буквально десяток лет, более 15 миллионов человек спасется в дорожно-транспортных происшествиях, когда струнный транспорт будет работать на нашей планете, и более 100 миллионов останутся здоровыми, не станут инвалидами, то есть оценить вклад подобной технологии в наш мир очень даже трудно, но возможно, стоит только поинтересоваться, и, конечно же, за изучение, за эволюцию над самим собой, над знаниями, и над участием в том, чтобы наш мир был лучше, имел меньше страданий и больше счастья, каждый, уверен, будет вознагражден. Дамы и господа, мы будем подходить к концу. Я благодарю вас, что вы пришли на эту встречу, я благодарю вас, что вы уделили внимание, ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. И это так. Ведь люди начинают менять своими мыслями свою жизнь. Чем больше мы думаем о благотворительности, о том, как улучшить положение нашей семьи, как стать здоровее, как сделать нашу жизнь лучше. Мы уже сделали шаг уверенный в эту сторону. Поэтому благодарю вас, что вы провели это время сегодня с нами, с компанией Sky World Community. Я надеюсь, до вас дошла информация, вы получили аргументы, чтобы тоже почувствовать себя хозяином этой планеты и ответственным за то, что на нашей планете буквально в течение нескольких поколений будет рай с помощью экологических технологий. Вижу вопрос в чате про дивиденды. Адресные проекты уже пошли, все ждут дивиденды. Полностью с вами согласен, тоже жду дивиденды, тоже знаю, что адресные проекты пошли. Каждый год у нас есть финансовый аудит компании Unisky String Technology. Мы можем его посмотреть. Он есть у нас в SkyWorld Community в папке документы. И с помощью подобных документов мы можем сами уже смотреть, что у нас происходит с активами. Как только чистая прибыль придет в нашу компанию, она будет разделена как это необходимо и пойдут первые дивиденды. С учетом того, что просто гипотетически сколько стоит один проект, сколько может стоить один проект, из них 20-30 процентов ну примерно смогут быть прибыль. То есть компания получает огромную часть средств, компания выполняет на какую-то сумму необходимые действия, делает свой продукт, сдает его, остается какая-то часть, это прибыль. И с этой прибыли получится какая-то часть дивиденды для совладельцев компании, для совладельцев частей компании. Вот, с помощью подобной, так скажем, части, как только в компании будет чистая прибыль зафиксирована, и вы можете это увидеть в документах, так сразу и будут дивиденды. Я уверен, что мы узнаем о том, когда будут дивиденды раньше этого, не из документа, а об этом все сообщат, потому что будут огромные, огромные, например, информационные для нас источники, как правильно с ними быть, как правильно что делать, как правильно с этими, так скажем, ценными бумагами обращаться, и мое, конечно, желание, чтобы средства первые поступили еще в 2021 году в конце, когда были объявлены первые уже соглашения, но у меня нет такой информации, что там уже по какие-то первые транжи прошли, как минимум, там уже была более серьезная работа по адресным проектам. Сейчас же в этом году подписаны еще, началась еще по новым проектам, то есть их уже больше четырех. Получается, в этом году скорее всего уже были дивиденды. Официальную информацию мы можем узнать только от Анатолия Эдуардовича или Sky World Community. Получается, что если в этом году у нас уже превышает доход расход, у нас есть прибыль, и значит в следующем году, в третьей четверти, как это происходит, как правило, людям придут первые дивиденды. Может, они будут и маленькие, потому что представьте, каким количеством людей мы сделали этот проект. И для начала, для первого, для создания первого адресного проекта, для наращивания мощи, каких-то дополнительных вещей, чтобы до конца завершить. Мы же еще 15 этап не завершили. То есть я когда-то думал, что только после 15 этапа могут быть дивиденды, но узнал, что могут быть дивиденды и до 15 этапа. Поэтому это для нас огромный плюс. Какие дивиденды? Сколько лет проекту? Проекту, если я, как я правильно понимаю, 7 лет, полных 7 лет. И если мы получаем прибыль, мы получаем и дивиденды. Поэтому я считаю, что этого времени это может быть, что уже за 7 лет можно начать получать первые дивиденды. в более маленьких компаниях может быть и быстрее. Просто дамы и господа, за 5 лет, а иногда и за 10, от 1 миллиарда долларов стартап до 2 миллиардов долларов создают с нуля просто один автомобиль, пикап, например, серьезный, большой, и доводят его до рынка. Уже для существующих дорог. Один всего. Юницкий со нашей компанией сделал 12 видов транспорта. Не один, 12. И плюс к нему еще разные виды самих дорог. Даже 9, Николай, 9 лет, я 7 лет. То есть даже если за 9 лет, за 9 лет сделать так много, это просто невероятно. Те люди, которые создавали какую-то свою компанию, свой проект, свое предприятие, они понимают, что тот, кто собственными руками это сделал, хотя бы один раз, то он понимает, что это невероятная скорость, и как нужно было быть подготовленным, чтобы за такой короткий срок сделать то, что мы сейчас сделали. Правильно, ни секунды в этом проекте тоже сомнений нету, потому что мы завершаем 14 этап и переходим на 15. Мы на государственном уровне официально работаем с Объединенными Арабскими Эмиратами, и они нас на официальном уровне представляли сейчас на Инотрансе, на крупнейшей мировой транспортной выставке в Берлине. Это никаким способом нельзя купить или сделать. Это конкретно только можно заслужить своими достижениями. и наша компания полностью показывает и оправдывает ту веру и те инвестиции Арабских Эмиратов, те возможности, которые они дали и улучшили для струнных транспортных систем. Поэтому, дамы и господа, так, сейчас вижу еще один вопрос, давайте его ответим. дамы и господа, которые смотрят нас на ютубе, в конце я здесь напишу и назову свою корпоративную почту, если вам некому обратиться для получения новой информации, либо для большего разбора, пожалуйста, обращайтесь, пишите, буду очень рад вам помочь. Так, вопрос, ага, все, увидел. Да, заходите, пожалуйста, в свой кабинет, если он уже у вас есть, на сайт skyway.capital или официальный сайт skyworld.com и вы там увидите абсолютно все новости, абсолютно все онлайн и оффлайн мероприятия, там есть все документы, все рабочие и обучающие процессы, только не ленитесь, прошу вас, вместо какого-то фильма, сериала или чего-то в соцсетях лучше зайти к юницкому либо в skyworld комьюнити и посмотреть о том будущем, которое нас ждет, ведь мы его практически сделали. И, дамы и господа, у всех есть возможность за 15 этап своим близким, своим знакомым, людям, которым желаете добра, хотя бы один раз дать, аргументируя информацию о том, что есть такой гениальный ученый и есть такая потрясающая технология, потому что я считаю, что у каждого должна быть возможность участвовать, ведь именно таким способом мы, можно сказать, объединяем других людей своей же вибрацией, своими мыслями, своими умозаключениями и аргументами, тем, что для нас важно делять этим. Люди прислушиваются, люди взвешивают свое, свои ценности, свои мнения и модернизируют, и модернизируют, улучшают, эволюционируют, становятся лучше и стремятся к лучшему, делают лучше и становятся лучше. Надеюсь, и сегодня у меня получилось стать немножко лучше тем, что я передал вам те знания, которые для меня так важны. Надеюсь, они станут важны и для вас, и вы сможете помочь еще многим людям, просто поделившись от всей души тем, что вы узнали. С вами был Артем Курбанов и компания SkyWorld Community. Та компания, которая сейчас такое непростое время, но волшебное время супервозможностей дает возможность каждому человеку на планете заниматься созидательной деятельностью, помогать создавать и развивать инновационные экологические технологии и делать этот мир раем. Добро пожаловать! Благодарю вас за внимание! Будьте здоровы! Дышите глубже! И до новых встреч! Улыбок вам! Те, кто хотят задать какой-то вопрос, корпоративная почта artyoms.curbanovs.ad skyway.capital Сейчас напишу в чат. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok